Базов загрузилась. Первую картинку я вижу, но пока нормально все. То, что я вижу, нравится. Гимн Молдовы скидывает зоги. Почему не работает? Почему не загружается? О, нет. Поехали. А за кого болеем? За Блейда, наверняка, да? Тем более Блейд такая фотка у Блейда. Это его настоящая фотка. Да, там Блейд такой. Загрузилась, в общем. Что с СДА делать? Возвращается. Там они еще поют? Понятно. Вот у тебя вкус, конечно. Первый жук. Что там в Моргенштерн? Не знаю. Вот молодой Блейд скидывает. Ссылочка, дрон 51. Но так не узнать, на самом деле. Очки, а там борода. Здесь скрывают часть лица очки. Нос похож. А вот борода, я не знаю. TDK Esport. Каспиен скинул. ThunderDucks. Да, это он. Это Блейд, да? Суровый, да, суровый. Да, это он. Не путайте с сайдом, который справа там. Чистый МК. Блейд, на напившийся кэш похож. Заросшего, да. И такого... За... За... Как это сказать? Проснувшегося, в общем, на утро после... Заплывшего. Мана пошла. Ой, а как так получилось? Ох, извините. Побежала целая гопша со стороны сайда. Там скелеты, жуки, гульки. И все они бегут для того, чтобы нычку попробовать отменить. И могут просто сгрызть. Два всего лишь фута. Такое количество людей здесь. Ё-моё. Обратите внимание, как хорошо стоят рабочие за нычкой. Типа подблочены немножечко. Ну, тут такая толпа андеда. Как, 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 как? Да, было бы неплохо. Красиво. Ну, если бы он сейчас в линию крестьян, еще право задело бы. Магическая вышка доделывается. Гопопуш. Рабочие еле-еле-еле убегают. На самом деле не убегают. Минус один, минус второй, скорее всего, минус третий будет. Доел. Хорошо разделил свои, свои войска, так скажем. Гулька пытается уйти. Один рабочий тоже в минеральной линии. Ну, в смысле в этой, в золотой линии. Окружает снова фута. Он выскакивает слева. После того, как убили жука. Ну, опять, видите, не эта атака андедовская, она ни к чему его не обязывала. То есть нанести урон хорошо, там, отменить строящуюся базу отлично, там, поубивать рабочих. В конце концов, опять же, у тебя же база построилась и добывает. В целом, в целом, все хорошо. Габача говорит, Миша, а что уже, кроме Аэма, никто ничего не придумал? Играть один-один нельзя Палыч сыграть, исключительно Эхо ИТС. А, исключаю Эхо ИТС. Палыч первого. Ну, на про-уровне я не помню, чтобы Палыч первым брали. Ну, по крайней мере, какой-то долгий промежуток времени. В принципе, в ладере, я думаю, можно играть разными героями на старте. Вот. МК периодически появлялся первым, либо на определенных картах, либо на определенных мэчапах. Но Архмаг на про-уровне, это где-то 97% игр. Какие футмены, смотрите. Можно же Архмаг окружить. Вы видели, как хорошо Сайт? Да, мы наступаем. Был Импейл. Там была уже анимация Импейла. Видели? Если бы он не успел поражать Эллипорт, да, Архмаг бы умер точно. В ладере палыч что-то и трабов, он про это. Проджик Замбоид, да не особо, Максим. Я не так много на левые игры пока сейчас смотрю, потому что у меня есть... У меня есть во что поиграть, и что посмотреть. Поэтому... Ну, я видел, что Боннич играет, играл в него долгое время. И много интересных моментов было. Рандом Импа, Беля, говорит, в случае с Фоги, ставь по дефолту два протектора на XP, возможно, будет легче. В случае с Фоги ставь... А в каком случае с Фоги, то есть против кого вообще? Ну, делать два протектора просто, как ты говоришь, по дефолту, то есть в любой ситуации, то есть по умолчанию, это очень нубская страта, если честно. Потому что два протектора стоят дороже, чем экспант. И если ты против нормального человека играешь в такое количество вышек, то он просто отвечает экспом, и через три минуты уже ты начинаешь страдать. Ну, щегол, щегол. Ну, ничего страшного. Как бы все равно добро пожаловать на ГГ, Беляк. Ну, может, он что-то другое имел в виду. Не уверен. По поводу выше, как правило, имеет смысл их строить тогда, когда у тебя уже, например, есть база, и тебе нужно перетерпеть. Ну, или, например, ситуация, когда у противника какие-то проблемы, ты, например, убил у него рабочих много, или, там, убил ему Мэйн, и у него ничего не остается, кроме как проатаковать последней атакой. Тогда, тогда, тогда да. Ну, так, блин, два протектора по сто, сколько там, сто пятьдесят пять, еще лесом, еще виспы за каждый протектор. Это прям очень дорого. Да-да-да, потому что два финда здесь вряд ли бы ушли. Там Койл мог спасти одного, но одного мог потерять. А стоимость финда, она сопоставима с стоимостью дирижабля. Блейд у нас берет Маутен Кинга и идет в Касл. Сайт уже из лимита выходит. Подвинь, пожалуйста, чатик. Да не-не-не, нормально. Хороший чатик. Одно влево, там все равно вебки нет. И не будет какое-то время. Так, поехали дальше. Четыре фермы делается у Блейда. Это он куда собрался выходить? 96? Угу. Личевка. Temple of Dem достраивается. Что же Сайт будет делать? Ну, то есть, с чем он будет... С чем и когда он будет пушить? Там Касл, соответственно, мы видим коней, которые будут и вертолетики. Довольно хорошая связочка. Койл, кажется, не успел. Паладин третий. Очень странная, конечно, отдача футов. Там Ремо Демо говорил, что отличная возможность сейчас футменов реализовать, но... Ну, типа, последняя возможность. Но тут не было вообще никакой возможности футменами кого бы то ни было убить. Из-за наличия Койла, из-за наличия Импейла дополнительно, ну, из-за количества финдов, обсидианки. То есть, этих футов, понятное дело, что они не очень полезны и вообще будут бесполезны совсем скоро, но это не значит, что нужно отдаваться ими просто в центре. Иди на крипах, отдай их, или сам убей, в конце концов. Так, минус, минус. Сейчас можно ДК отжать. А, лечение. Хорошо. Став есть? Става нет. Блин. Ну, мы вспоминаем про паладина, который должен выходить с третьим героем и сразу покупать себе став. Особенно, когда у тебя на руках деньги есть. Импейл шикарный, но лича тоже подрезает. Хороший контроль с обоих сторон. Очень хороший. Иннерфайр, перекастованный с тускаров. Ох, как же рискует этот ДК бегаем. Он, во-первых, может вот так вот поймать лечение, я же говорил. Можно окружить жука. Ох, у него нет ничего! Персоналка есть только. Ну почему, почему не окружишь? О, окружил. Вот был бы сейчас здесь еще и Маутен Кинг, это был бы минус, минус жук. У него был инвиз, но вертолет бы это все разведывал в любом случае. Да, очень контактно играет. Хорошо. Видите, какие качели? Был плюс, сейчас минус по Экспи. Сейчас его снова выровнялся. Гульки без френзи, но гулек никаким макаром не использовал, как говорят комментаторы в битве. Ну и в конце концов можно было просто послать бы на Экспанд, они бы сажали всех рабов там. Там же только одна магическая вышка, насколько я помню, была. Не должен был Блейд жестить с дополнительной защитой. Да даже если бы Гвардовская появилась там, то 10 гулей под френзи могли бы забрать ее. Медалька, а там что? А там плащик горения. Палыч, смотрите, 4 с половиной, а МК все еще первый. Ну ладно, второй уже. Это следствие того, что МК умер, а потом Лич умер. Юниты еще какие-то поумирали. И Палыч подтянулся. О, какие гули. Да, тут две вышки оказываются. Опасно, да. Тут непонятно, куда телепортироваться. Гульки по центру уже. А, там размен. Это, наверное, самый грамотный... А он специально это сделал. Гулику настаивал через лес. То есть, они как рабочие, если вы тыкаете на елку, их не телепортируют вместе с основной армией. Подъел огромное количество. И гульки вообще не умерли. То есть, он подъел, перегруппировался, и все отлично. Пошла МШ. Иннерфайер с другой стороны. Есть болезнь. Коня там так съедает гульки. Он, правда, успевает одну гулю убить. 2-2 грейда у коней. Еще паладиновская... Паладиновская аура в... А, он паладины без ауры вообще. Уууу. Там еще арба работает у архмага. Там койл прилетел, вообще ничего не подлечил. Позиция хорошая для Блэйда. Минус гульки. Еще минус финт. ДК не третий. Вот проблемы. Какой-то странный импейл. Очень странный. Кривой. Не может здесь сражаться сайт. Ну, Блайт... Блайт. Блайт. Блайт выигрывает. Третий. Только надо ауру убрать на четвертом, а не диван. Да ладно, и он берет диван. Серьезно? Это интересно. Вы не в ту сторону воюете, говорит Зоги. Да, что-то я зря. Мы же за Блайда воюем. Все, у Блайда есть слева экспант наверху. Он сейчас покарает андейдовский экс, почему-то уходит. Я не знаю, почему он уходит. Там гульки, оказывается, забегали в рабов и заставили часть армии, точнее всю армию вернуться. Надо готовиться и убивать правую нижнюю базу. Криптлорд пятый. ДК третий. Герои потянулись. Хорошо. Здесь две гульки, к сожалению, не справятся с таким количеством. Два-два. Третий грейд на атаку у коней. Ставит вышки из магазина по экспресс-методу. Да, убивает баррикады Блайд. Странно, что Блайд не убил, когда отогнал андейда. Странно, что он всеми возвращался. Этой нычки могло быть не быть у андейда. Сколько экспы за Лема дают? Так же, как и за собак-форсиры. Нет, ну, во-первых, отличается по уровню. За первого там 42, за второго 67. Ну, за третьего, скорее всего, тоже плюс, сколько там, плюс 25. Сложно, да? 92. Ну, и да. Как бы 40-50 надо было прибавлять не к 67 и 25, а 50 к 42. Но я не уверен, что пропорционально третий. По поводу первого и второго, почти на 100% уверен. А что касается волков, не помню их. За них начали больше давать с какого-то недавнего патча, поэтому я не скажу цифру. Да, МК очень крутой. У него маны, у него камень жизни, у него амулет маны. Хороший. Третья грейд на защиту. Фрагментейшн шартс. Мортирки, картечь. За имберут ульту или элемы. Смотря какая ситуация, но чаще, конечно, ультимейт. АМШ пошла. Вертолеты стреляют по дистрам. Клэп там хороший, минус Финт. Да, импейл хороший. Да, и криплорд уже все, там оттуда не выйдет. Койл. Сейчас, возможно... Ооо, не в того он, койл, надо телепортироваться. А где вертолеты все? Вертолеты все выжили. Каким макаром? Не старый, привет. Да, с 9 мая, друзья, у вас. АМШ не перекастовывается? Не-не-не. АМШ не перекастовывается. АМШ, видимо, прям без этого, без курсы. Ну, типа, чтобы просто коней ловить. Пошел пассес левого коня. Встырил коня. Встырил коня. 7,74. В целом, МК довольно опасно стоит. Но его лечит четвертый Палыч. Сейчас еще Ману выпить. Возможно, выложит... А, Палыч может умереть. А вот Паладина жалко. Выложил Ману. Сделал Клэп. Пытается фокуснуть ДК. Но как бы сейчас не отвалился... О, нет, минус ДК. МК четвертый. Стап. О-о-о-о-о-о. Очень хороший контроль. У обоих причем. Но Блэйд лучше. В сторону таверны направляется. Очень все красное. Финт красный, два дистра красный, жук красный. Пытается восстановиться. Ой, куда ты лезешь назад? Ой, ошибка у Сайда. Сейчас Дестров может два вертолета у... Минус один Дестр. А-а-а-а. Все, увидел. Там экспанды нет. Уже. То есть тут надо в героя пытаться тыкать. Минус Дестр, минус парочка предстов. Скорее всего будет сорочка минус. Да, но у Блэйда ситуация великолепная. Лимит плюс 20 с лишним. Есть деньги на руках. Есть экспанд слева. И сейчас он остается 2 в 1. Ой, не 2 в 1. А может даже 2 в 1. Там же рабочих убивал на экспанде у Хумана. Не, я там не вижу шахту. Короче, у Блэйда еще есть база, у Сайда нет. И у Сайда меньше лимиту, и нет денег запасом. То есть он сейчас не может сделать 80 лимита. Шаген, привет. То есть, ну, как бы все тут. Выдвинуться Блэйду, убить, дать бой за угловую базу. И этого уже должно быть достаточно. То есть если он заставит его просто отступить, то это будет конечное. Палыч готов, закупается, видимо, сейчас маной. Медальон и Клосс. Очень расточительно, имея аппкип и одну базу. Но, может, помогут они, да, ему. Инвул бы, Палыч, пригодился страховочный. Потому что Палыч 4-й... Да, Инвул взял, молодец. Индерфаер пошел. Да, у нее денег нет на дистров. Так что он не сможет с Индерфаером ничего сделать. Поэтому это конечное. Тут вообще без шансов. Просто без шансов. Индерфаер на одного паладина несчастного. МК с Клэпом. МК улечит, МК горит. Финды умирают. Индерфаером откидываются. Вертолетов довольно много. Дестройер они там ушатают, естественно. Индерфаер, Дестройер, кстати, снял один, умудрился. Второго поднимает, деньги накопились. Но 75 на 50 лимит уменьшается у Андеда. Так что Блэйд забирает, по крайней мере, первую карту. Сейчас ДК может умереть. Да, ГГ пишет Сайд. Ну... Спасибо Блэйду за победу, говорит Вива Бим. Хорошо играют, оба причем хорошо. Против синяка не попрешь, говорит Ара-Арабрамс. Обмазал молоточки вином и вперед. Откуда у вас информация, что... Что Блэйд злоупотребляет? Или употребляет? А то я слышу постоянно. Эти отсылки. От Блэйда, говорит Вива Блэйд. Все мы в своем роде Блэйд. Это стереотип про всю Молдову. То есть, на самом деле нет, да? Ну, ждем второй игры. Я думал, Блэйд по ночам вампиров мочит. Да. Taste of my blade. Rock in the world. Это Блэйдмайстер говорит так. Фанат Фогги говорит. Привет, Мишкирота. Фуфа намечается сегодня или уже опоздал? Опоздал и, скорее всего, мы не будем сегодня фуфашечку играть, потому что, ну, Вортикса Джонни Кейджа надо хоть раз посмотреть. Потому что Джонни Кейдж выиграл, соответственно, Вортикса. Вчера... А, нет, позавчера он проиграл с... Что-то мы не смотрели. Давайте вспомним. Да, он проиграл Экслорду. Потом... Стоп, а где... А что это я смотрел такое? Хм. Другой турнир, видимо, был. XXXDOOM3, привет. Ну, еще скажу, что у тебя нет ручного медведя, который тебе самогон варит между сменами на АЭС. Мы как раз смотрели Экслорд Джонни. Мы как раз смотрели Экслорд Джонни. Я же Джонни пропустил. А пропустил я его где? А, пропустил я его на Вортиксе. Я пропустил на Вортиксе, а сейчас снова Вортикс. Первая игра в группе, да. Нет, все, 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 все. Крыша едет уже, столько игр. Блин, столько игр. Да, духа странник. Все, теперь я вспомнил. Ну, представляете, четвертый день. У нас Варкрафт. Просто 10 часов. 10 часов Варкрафта. Огоржан, привет. Мне кажется, самый интересный матч сегодня будет это Соник против Дайса. Во-первых, интрига. Приготовил ли что-нибудь Соник сегодня на вебку? Потому что два прошлых игровых дня он применял специальный боевой окрас и радовал нас. Плюс он вчера залетел в чат и сказал, что он там что-то готовится как-то. В общем, заинтриговал. Ну, кроме того, Соник Дайс — это наши все. Sensibleness. Sensibleness. Чувствительность, наверное, да? Все мы знаем сенсу. Нет, бесчувственный, наверное. Sensibleness — это чувствительный, а нес — это, видимо, отрицательная частица. Бесчувственный. Надо прогуглить. Разумный вообще. Sense. Make sense. Разумность. Спасибо. Спасибо за хорошее слово. Нам показывают сайду. Он призадумался. Не путать с Блэйдом. У того тоже есть борода. Только что нашел кубик с Галустяном и с тобой встал нарезку на Ютубе. Можешь рассказать немного, что было за мероприятие? Куб not found. А, запятая. Че там? Чпок? Че-то у меня сегодня куб не работает. Нормально загружается полчаса. Ладно, посмотрим потом. Мероприятие было интересное. Сейчас зайдет тренер Газмясо. Наваляет всем сам. Зажрали, давай! Сейчас зайдет тренер Газмясо. Наваляет всем сам. Мяч захалкивает. Зажрали, давай! Мы хорошо провели время. Короче, это было мероприятие, которое организовала компания Mail.ru. Мы хотели прокомментировать International. И... Ой, там же у Господи столько мемов было с этого ивента. Ну, конечно, профессионалы захейтили, потому что это мероприятие было сделано он сделано не для, там, прожженной аудитории, а для того, чтобы как раз познакомить широкую общественность. Для этого, собственно, Галустян прижойнился с компьютерными играми. Нашли, конечно, с чем знакомить, с дотки. Плохому научили. Но... Я вспоминаю это с большим удовольствием. Интересный опыт. Да, там резко Элояра глянем. Да, да, да. Элояр там прям постарался. Сейчас, дождите. Профессионалист, да, там же был этот... Уволен. Как его? Господи, лысый из Реутова. Ну, который сейчас в этом Бургенте. Их обсуждает. Да, надо в паузе посмотреть. Маркони, точно, Маркони. О-о-о-о. Хрусталев. Нет, Хрусталев веселенький, позитивный. А тут прям тролль-тролль такой. А знаете, когда в нашу аудиторию заходит какой-то токсичный товарищ с шутками, его, конечно, сразу пропесочили. Как у вас понять десятка текущего турнира? В чатике обычно есть информация в правом верхнем углу. Так называемый Message of the Day. Иконочку ты наводишь на нее и получаешь всю инфу, актуальную сверху. Там ссылочка на один турнир, который сегодня днем был, ссылочка на второй турнир. Таким образом мы получаем. Погнали. Сайт, судя по всему, да, собирается ставить эксп, но не с жуком, а с декой. Та еще халявка. Ну вот не факт, вот не факт, посмотрим. Колечко мантия. Просто если сейчас не пойдет ставить догоняющий эксп Блейд, то он с лагерем наемников может с третьим архмагом с такой гопшей прийти. О, минус тысяча. Арктонс, что там случилось? Арктонс, три года смотрю комментированную кофтеровую исполнение, всегда крутые эмоции, мы все равно узнаем, благодарю. Арктонс! Уже не, уже не. Скоро приедем по апелляции по КХЛ опять. О, блин, напомни про Голустяна, про... Сразу захотелось освежить в памяти. Чатик прикрыл аварта бородача. Ну, ребята, я задолбался уже, чатик перемещает. Хватит. Так и надо реагировать. Ну а что? Он не строит жука, делает эксп, и как бы без разведки это делает. Ой, тролля, ой, тролля, окружил. А можно декуат. У него нет телепорта. А, тогда извините, я бы вышел на самом деле. 2-0, Блейд, Изи. Пишем ГГ, выходим. А нет, Сайд отменяет экспанд. Ты решил продолжить. А можно здесь экспанд поставить, кстати. Да. А почему нет? Да-да-да, он знает, что может. Все, магическая вышка, ставим базу здесь. И нерубки на мэне тоже нет. И декуа он не сразу заказал. Короче, Сайд поплыл. Он решил мега похалявить во второй игре. За что Блейд, респект ему за это, на самом деле. Он, ну, не стал действовать так, как говорил Тодд. То есть вот я поймался на мысли, что начал что-то спорить с Тоддом, хотя он как бы хуман. Он в этой ситуации, ну, он рассказывал про то, что если ты уверен в своем там мид-лэйт-гейме, то можно строить догоняющий Экс, бла-бла-бла. Ну, такая ситуация, что, ну, слишком много халявы у Блейда. Прям слишком много халявы. Я не говорю про третьего Архмага, которого нечем контрить в ближайшее время, но у тебя нет диспла просто. Мерки. И ты делаешь Эксп с Декой. Ну, это все. Поэтому, пожалуйста, пришли, наказали за Эксп, и еще ставим Экспант и поджимаем противника. Не обязательно его сейчас убивать, естественно. То есть можно просто по склепу его поработать, если он будет сильно жаться. Ой, как Преста грамм, это Блейд вообще контролит очень хорошо. Он начал уводить Преста еще до того, как на него метнулись. Минус Гулька. А, на четвертом будет еще больше элементарий. Престов надо наверх сейчас. А-а-а, это снова ты добил Гульку. Ну, а убегать отсюда сложновато. Ты убежишь и лишишься Акалитов, скорее всего. Ой, плохо, плохо, Престов, Престов. Ой, увел Престов просто так вниз, хоп. Я думал, блокировать будут. Нет, не увел, перехвалил. Пока никто не умер у Блейда. Никто вообще, ни одного фута не умерло. Все трупы, которые лежат, четыре поблизости, это Гульки. Но, к сожалению, Тролля уже... И как он его сейвит? Просто Тролля! Как он его сейвил до последнего... Не, Блейд жесткий. Мне любопытно, он пил или не пил. Потому что, что бы он ни делал, лучше бы он это делал и дальше. Очень-очень хорошо Блейд отыграл. Блейд выходит шестым уже, получается, в плей-офф. Аэрина-С while... Еще... Сейвил...